По тому, как работает муниципальный транспорт, люди могут судить. С уважением к ним относится городская власть или, мягко выражаясь, прохладно. Если мы быстро, да без заторов, да на новых автобусах можем доехать от Щербинок до автозавода, с Печер до Мещеры, из Молитовки до Кузнечихи и так далее, значит думает о нас власть и заботится. Но у нас почему-то так не получается. Очень долго. Минут 40-30. Раньше автобусы чаще ходили, а сейчас стоишь, ждешь. Когда дольше, 26-й очень, ну, наверное, 2 или 3 автобуса на рейсе. Вообще нет автобуса. На предприятии Нижегород пассажир автотранс нам сказали, что о жалобах пассажиров знают, но заверяют, что автобусы интервалы соблюдают. Сегодня основные магистральные маршруты интервал колеблются, там, пиковые от 4 до 8 минут, межпиковые, там, 10-12 минут. В прошлую пятницу, 15 сентября, наша съемочная группа проверила интервалы движения автобусов, и они сильно отличаются от заявленных. Время ожидания транспорта доходило до 24 минут. После этого создается такое впечатление, что на предприятии не владеют достоверной информацией. Но ведь ее передают в городской департамент транспорта и предоставляют депутатам Гордумы. В понедельник, 18 сентября, на комиссии по транспорту и связи в городской думе, к примеру, прозвучала информация, что сейчас средний интервал движения автобусов около 6 минут, и теперь нужно стремиться к трем. Для этого, говорит председатель комиссии Алексей Гоихман, надо больше транспорта. По его словам, до введения новой маршрутной схемы на линии выходили 750-800 автобусов, а сейчас, после их замены на новые, их стало около 400. Кроме того, около 20 автобусов-гармошек, которые были закуплены городом 3 года назад, находятся в ремонте. Приблизительно из 30 автобусов сегодня на ходу у нас где-то 12. Тенденция по этим движкам нехорошая, да, по автобусам особо большой вместимости. К сожалению, тенденция по силовому агрегату, она имеет место, что они по очереди 3 года отходили и потихоньку начинают выходить из строя. Но еще раз повторяю, нам все равно придется и научиться их ремонтировать. Сегодня нужно закупать дополнительно на предприятии Нижегород Пассажиров Транса где-то приблизительно в плане мероприятия написано 200, но я думаю, что 150 будет достаточно, чтобы закрыть эти проблемы с интервалами и с расписанием, которые есть. Хотя одну проблему и транспортники, и чиновники все-таки намерены решать совместными усилиями. Вопрос касается времени отправления последнего автобуса по конкретным маршрутам. На то, что поздних пассажиров всегда развозят только частники, люди сетовали всегда. На муниципальный транспорт надеяться нельзя. Оказывается, автобусные парки банально не соблюдают установленный график. У них есть разрывной график, и вместо того, чтобы, например, отстаиваться днем, они работают в межпиковое время, а вечером выезжают в парк. Мы с этим боремся. 21 сентября в городской думе Нижнего Новгорода пройдет очередное заседание комиссии по транспорту и связи, где вместе с перевозчиками и работниками администрации депутаты обсудят жалобы и предложения от пассажиров по улучшению маршрутной сети. Посмотрим, что изменится. Артем Котков, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ.